Татьяна Свинкова переехала в дом на улице Матросова 15 лет назад. У женщины высшее образование строителя, поэтому при покупке квартиры обращала внимание на состояние дома. Жизнь в квартире мечты омрачилась в мае прошлого года, когда на двери подъезда появилось объявление – дом признали аварийным. Жильцы не согласились с таким решением. И началась борьба. Борьба за наш дом прекрасный. Все же очевидно, все видно, сегодня была комиссия, и все прекрасно видят, что никаких разрушений нет. Капитальный ремонт и исключение здания из аварийного фонда – все, что нужно жителям. За помощью они обратились к уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой. Она и представители Департамента управления городским имуществом и администрации промышленного района встретились с жильцами. Жильцы 100%, 65 квартир, которые не понимают, почему их дом был включен в списки для переселения из аварийного жилья. Тем более, что этот дом поставлен на фондом капитального ремонта на капитальный ремонт в 2025 году. Имеется в виду фасады, имеется в виду и места общего пользования, и общая собственность. Ну, это подъезды. О состоянии дома высказались эксперты в сфере строительства. Никаких деформаций нет. Дом в хорошем состоянии. Единственное, что требует капитального ремонта инженерных коммуникаций. Я думаю, что да. Поменяют решение. И проведут экспертизу государственную. Все-таки придут к правильному решению. Результатом беседы стало решение о повторной экспертизе, принятая совместно с жильцами, представителями профильного департамента и администрации района. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.